«Ключи от неба» – советский комедийный художественный фильм 1964 года. Сюжет – история приключений Семена Лагоды, талантливого, но безалаберного парня-радиолюбителя на службе в ракетном дивизионе ПВО. По ошибке он вообразил, что лейтенант Кириллов стремится свести с ним личные счеты. После серии комических ситуаций все личные и служебные недоразумения разъясняются, а герой становится хорошим специалистом и даже принимает участие в переквате настоящего нарушителя границы в ролях Александр Леньков, Семен Лагода, рядовой войск ПВО, Валерий Бессараб, Иван Кириллов, лейтенант войск ПВО, Зоя Вихарева, Полина, невеста рядового Семена Лагоды, Наталья Суровигина, Анна, невеста лейтенанта Ивана Кириллова, Генрих Осташевский, Андреев, полковник войск ПВО, Александр Гай, Алинин, майор войск ПВО, Андрей Гончар, Филин, лейтенант войск ПВО, Вячеслав Воронин, Самсонов, лейтенант войск ПВО, Владимир Волков, эпизод, Владимир Гавронский, эпизод, Михаил Гордевский, эпизод, Виталий Запорощенко, эпизод, Сергей Иванов, эпизод, Маргарита Крашелева, эпизод, Анна Кушниренко, эпизод, Владимир Обручев, эпизод, Николай Рушковский, генерал-майор войск ПВО, Людмила Сосюра, жена полковника Андреева, Мария Капнист, эпизод, Василий Фушич, эпизод, В титрах не указан, съемочная группа, автор сценария, Иван Стаднюк, автор текста песен, Василий Федоров, помощник автора текста песен, Борис Поличук, режиссер-постановщик, Виктор Иванов, Главный оператор Михаил Иванов, художник Виктор Мигулько, режиссер Николай Сергеев, Композитор Вадим Гомоляко, звукооператор Рива Бесноватая, оператор Яков Резник, художник-декоратор Петр Максименко, художник-гример Александр Дубчак, художник-костюмер Татьяна Глинкова, монтажер Николай Яценко, оператор комбинированных съемок Григорий Сигалов, художник комбинированных съемок Владимир Церлин, ассистент постановщика Виктор Грейс, ассистент режиссера Борис Шеленко, ассистент главного оператора Кок Стантин Лавров, ассистент оператора Борис Лебедев, ассистент оператора комбинированных съемок Виктора Сачи, дирижер оркестра украинского радио Вениамин Тальба, хормистер хора украинского радио Георгий Таранченко, главный военный консультант Алексей Подольский, военный консультант Виктор Георгиевич, редактор Владимир Сосюра, директор картины Владимир Сосюра, помощник директора картины Леонид Низгурецкий, технические данные, фильм цветной, односерийный, обычного формата, длительность 73 минуты, факты, в фильме показан реальный зенитный ракетный комплекс с 75-ю, двина, фильм снимали в Крыму, в Севастополе и воинской части на мысе Меганом, неаполитанская песня, которая звучит в фильме Чола Ула в исполнении Джо Базилия Альдо Комти.